Всем привет! В Таиланде вы можете отправиться на десятки, а то и на сотни разных интереснейших экскурсий, но ни одна не приведет вас с палаткой в горы. Этим мы сегодня и займемся. Сегодня мы с учителем Энн отправляемся в провинцию Чиепум, чтобы показать вам, как местные любят отдыхать на природе. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, здесь выходит много интересного контента про Таиланд. Ну а мы начинаем! Наше с учителем Энн путешествие состоялось уже очень давно, в конце зимы, но внезапно случилось 24 февраля и материал ушел на полку на долгие месяцы. Тем не менее, я безмерно рад, что ролик все же выходит, потому что поездка выдалась отличная, насыщенная, с целым букетом ярких впечатлений и незабываемых воспоминаний. Все началось с того, что учитель Энн, с которой мои подписчики уже знакомы, пригласила меня на кемпинг в одном из национальных парков провинции Чиепум. Туда мы взяли курс, выехав рано утром из дома, пока еще было темно. Дорога до запланированного места протянулась от дома на 400 километров, и чтобы она не была утомительной и скучной, мы делали несколько остановок, показавшихся нам интересными местами. Первое состоялось, когда чуть посветлело. Мы проезжали по живописной дороге между холмом с ветряными мельницами и озером Ламтакхонг, где, как выяснилось, находилась плотина с водокранилищем и обзорная площадка, которую мы, конечно же, не стали пропускать. На входе расположен небольшой музей с рядом археологических и отражающих культурный бэкграунд тайского народа экспонатов. Не могу сказать, что это must-have, но в любом случае вы проходите через музей на обзорную площадку, где ваше сердце замирает, и вы погружаетесь в коротенькую сессию медитации. Субтитры делал DimaTorzok Определенно это место не потянет на главную достопримечательность региона, но это отличный перевалочный пункт, ведь гораздо приятнее отдохнуть от длительного переезда в таком живописном местечке, чем на той же самой заправочной станции. Вот и мы, побродив кругами минут 15 и нафоткавшись, выдвинулись в путь. Дорога наша очень удачно проходила мимо чрезвычайно любопытного храма, который я, пожалуй, могу назвать одним из самых необычных в Таиланде. Пропустить его – настоящее преступление, и мы, конечно же, на него не пошли. По факту храм находится, что называется, «in the middle of nowhere», то есть у черта на рогах по-русски. Действительно, до ближайшего населенного пункта очень далеко, и в целом кажется нелогичным создавать выдающиеся арт-объекты в настолько труднодоступных для массового туризма местах. Вы не доберетесь сюда на публичном транспорте. И тем не менее, мы находимся в одном из самых выдающихся храмов страны под названием Ват Бан Рай, или Храм Слона, как его иногда увеличают в народе. На подъезде нас встречает вполне себе классический буддистский тайский храм, с алтарями, статуями Будды, ящиками и фигурками монахов для подаяний, и даже знакомой архитектурой основного здания. Однако же, стоит пройти чуть дальше, и перед вашими глазами предстанет лишающее дыхание зрелища. На размашистой площади находится статуя монаха по имени Луанг Пор Кун, который и был инициатором идеи в создании храм из 20 миллионов мозаичных частичек, которые, кстати, достроены лишь в 2013 году. Сам же пресловутый слон находится посреди внушительного озера. К нему ведет широкий мост, по бокам которой охраняют два нага. Масштабы скульптур поражают воображение. У их подножия чувствуешь себя крохотной букашкой, а когда идешь по мосту к центральному зданию в виде черепахи с головой слона, невольно начинают бежать по коже мурашки. Настолько величественное сооружение. Внутри слона находится огромное овальное пространство. помещение, оказавшись в котором, начинаешь оглядываться по сторонам, поскольку глаза разбегаются от обилия деталей. Учитель Энн, недолго думая, закупилась всей необходимой атрибутикой и отправилась в центр зала к алтарю того самого монаха, чтобы принести подношение и почистить карму, как заведено. Вокруг на стенах гигантские полотна с изображением истории Будды. И это, друзья мои, без преувеличения, самая красивая история Будды, которую мне доводилось видеть в Таиланде. Картины немыслимого масштаба с потрясающим количеством деталей, оформлены в цельный сюжет и ослепляющий своей красотой. Серьезно, я мало понимаю в искусстве, но здесь я просто стоял и залипал как вкопанный, разглядывая кажущиеся безграничными полотна. И это, дорогие друзья, всего лишь начало. Дальше мы отправились на верхний уровень, куда ведет винтовая дорога. Не лестница, а именно своеобразный тоннель вдоль стены здания. Он не слишком крутой, подниматься комфортно и неутомительно. При этом весь тоннель расписан потрясающими картинами с сюжетами местной мифологии. Тут и там можно встретить любопытные арт-объекты, которые зачастую служат еще и сборщиками подаяния. Куда ж без этого. Я, когда шел по этому тоннелю, решил для себя, что это самый необычный храм в Таиланде. Для них не характерна такая роспись в принципе. И это исключительно выделяет в Адбайрай на фоне прочих буддийских святынь. Винтовая дорога доходит до самого верхнего уровня, где мы попали в какую-то галерею с оформленными в разных стилях стендами, где преимущественно была представлена информация об истории буддизма. Миновав все это, мы вышли на крышу, где по очень любимой мною тайской традиции расположена обзорная площадка с еще одним алтарем. Упомянутый ранее монах изображен здесь как бы под покровительством самого Будды. Ну а разглядывая окружающий храм пейзажи, можно убедиться, что цивилизации на горизонте не видно совсем. Что признаться добавляет очков атмосфере умиротворенности. После фантастического путешествия к небожителям, нам предстояло спуститься с небес на землю. А точнее даже под воду. Ведь есть в Адбайрай еще и подводное царство, лестница в которой начинается с главной овальной комнаты. Внизу нас ожидает еще одно овальное помещение с зеркальным синим полом. Мерцающий тысячами огоньков потолок, отражающийся в полу, создает ощущение бесконечности. Выглядит все это, я вам скажу, очень странно и малость кринжова. И в то же время, если бы я был ребенком, наверное, утонул бы в этих водах от счастья. Ну а верующий приходит сюда задобить короля Нага, который покровительствует изобилию, черепашьему принцу, дарующему долголетие, или же королю дракону, ответственному за удачу. Если внутри храма нас пленила своей красотой живопись, то его экстерьер поражает великолепием разбросанных тут и там скульптур и неотразимостью мозаичных работ. Каждый сантиметр окружения приковывает к себе внимание голодных до эстетической трапезы посетителей. Можно часами бродить кругом, таращившись на цветастые инсталляции и пополняя пленку фотоаппарата памятными моментами. Размещенные на крохотном островке посреди небольшого озера храм выглядят просто магическим. Я могу смело его назвать одним из самых необычных и красивых в Таиланде и решительно рекомендую его к посещению. Ну а мы с учителем Н отправляемся дальше, потому что нас уже заждались остальные участники группы. Перед следующей остановкой напомню, что выход таких роликов возможен только при финансовой поддержке неравнодушных зрителей. Оставляйте пожертвования в сервисе Бусти, ссылка будет в описании к этому ролику. Дальше мы заехали домой к учителю Н, где к нам присоединилась ее тетя. А немного погодя, мы заехали в Макро закупиться продуктами, и там наша компания пополнилась еще парой ее друзей. Набрав продуктов для вечернего банкета и немножко горячительных напитков, мы все вместе отправились в пункт назначения, коим был национальный парк Пхуллангха. Дорога постепенно начала уводить в горы, и я понял, что мы приближаемся к месту назначения. К сожалению, добраться сюда возможно только лишь на личном транспорте. На въезде стоит чекпоинт, где нужно заплатить парковый сбор, который за меня, как за иностранца, составил 100 бак. В целом, эта часть бухгалтерии осталась для меня черным ящиком, но дополнительно мне насчитали 30 бат за парковочное место для машины и еще какой-то сбор за место под палатку 12 бат. Остановились мы в локации под названием Пхуанак Вьюпоинт, и там нас ожидал небольшой палаточный лагерь. Ребята, привезли палатки с собой, а я, поскольку кемпер начинающий, взял переносной домик в аренду. Шикарная просторная палатка обошлась мне в 225 бат в сутки. При этом отмечу, что никаких матрасов, одеял в комплекте не идет, поэтому брать все нужно с собой. А вот установка в цену входит, что очень кстати в случае, когда палатку в последний раз я видел в глубоком детстве. Палаточный лагерь размещен в очень живописном месте с шикарным видом на рассветную сторону. Народу было достаточно много, но при этом не создавалось ощущение толпы. Расстояние от палатки до палатки достаточное, чтобы чувствовать себя комфортно и иметь личное пространство. При этом надо сказать, что мне очень повезло отправиться в эту поездку с бывалыми палаточниками, потому что неподготовленному человеку тяжело все предусмотреть. Так, например, ребята привезли специальный тент, чтобы натянуть между деревьями для защиты от ветра. Источник света, подушечки и другие мелочи, которые создают комфорт. Надо сказать, что на фоне некоторых соседей мы все равно выглядели новичками, потому что у них совсем уж роскошные тенты получились со столиками, стульчиками, гирляндами и так далее. При этом в самом лагере все очень продумано. Есть туалеты, душевые кабинки, отдельная кухонная зона. Неподалеку есть небольшая торговая точка и кафе. Это превращает кемпинг в достаточно комфортный формат отдыха. Однако же приехали мы сюда совсем не за этим. Закончив все приготовления в лагере, я отправился посмотреть, чем же так прелестно это место. И искать ответ долго не пришлось. Ведь находимся мы на высоте в 905 метров над уровнем моря и со всех сторон открывается шикарнейший вид на безграничные размашистые поля, с изредка встречающимися деревушками. С одной стороны холма был достаточно пологий склон, на котором расположилось несколько исключительных деревянных конструкций, вроде качелей и обзорных площадок. Надо сказать, что площадки довольно страшные, потому что конструкция выполнена как будто бы из необработанных деревянных веток и выглядит все ну очень неустойчиво. И все же мы с коллегами облазили все вдоль и поперек и нафоткались. Виды здесь просто завораживающие. Вглядываясь вдаль на перекатывающиеся поля, на уходящую бесконечность линии горизонта, на пленящие природные пейзажи, чувствуешь себя словно на другой планете. Как будто тебя вырвали из повседневной рутины и ты оказался в каком-то сказочном мире, в одном из тех, что ты облетал на своем звездном корабле в бесчисленных переигранных ролевых играх. Субтитры создавал DimaTorzok Взобравшись на эту неустойчивую конструкцию и устремляя взгляд вдаль, удается как будто прочувствовать весь масштаб этого мира, насколько он величественен, уникален и насколько мы являемся ничтожно малой его частью. Вихрь эмоций переполняет в этот момент, и я почувствовал состояние легкой эйфории. Возможность путешествовать бесценна, и я безгранично рад, что моя жизнь наполнена такими вот приключениями. Ну а немного с другой стороны от лагеря дорога вела к еще одной обзорной площадке, которую я вам сейчас покажу. Тут склон уже более крутой, и от него то и дело отходят чрезвычайно фотогеничные скалистые уступы. Субтитры сделал DimaTorzok Небольшой алтарь Будды здесь тоже есть, куда уж без него. Жаль, нет более высокой труднозаступной скалы, а то можно было бы еще одну стопу Будды запихать туда. Как мы это любим делать. Солнце заходит как раз на этой стороне, и отсюда можно наблюдать великолепный закат, от которого очень тяжело оторвать взгляд, сидя как будто бы на краю мира. Мои коллеги, правда, не были настроены сидеть полчаса на камнях, в ожидании чуда, и вдоволь нафоткавшись, отправились в лагерь. Ну а я не смог упустить такую красоту, поэтому расположился поудобнее, расставил все камеры и сидел, наслаждался моментом. Жизнь прекрасна. Ребята в лагере тем временем уже вовсю накрывали на стол. Они предусмотрительно прихватили с собой автономную газовую плитку, а по дороге мы закупились мясами и овощами, поэтому у нас был любимый тайцами формат ужина, когда они просто жарят мясо маленькими кусочками на специальной металлической поверхности и сразу же кладут его в рот. Так мы и закончили день и отправились по палаткам. Утром я встал очень рано, потому что пропустить рассвет в таком месте было бы чудовищным упущением. Вообще, усталость в таком месте очень быстро смывается пара часов передышки, и я снова готов в бой. Учитель Энн вновь продемонстрировала свои исключительные способности к кулинарному делу, и в тарелках у нас образовался вкусный походный завтрак, после которого мы были готовы выдвигаться в обратную дорогу. Но перед тем, как покинуть национальный парк, мы заехали в еще одно потрясное местечко под названием Мой Хин Хао. Это, дорогие друзья, самый настоящий тайский Стоунхендж. Дело в том, что в этой местности природа очень постаралась с обработкой каменных глыб, и здесь повсюду разбросаны причудливые образования. Но есть несколько, особенно выделяющихся на общем фоне. Целый ряд огромных скалистых столбов расположился, будто их сюда принесли и поставили. Да, на Гранд Каньон или на Каппадокию не тянет, но я люблю вот такие вот небольшие локальные чудеса света. По мне так это очень воодушевляет. Мы вдоволь нагулялись, наподкались и отправились в путь, ведь нам предстояла долгая дорога до Бангкока. Но поездка выдалась очень яркая, насыщенная и принесла вихри положительных эмоций. Все ссылки на локации, как всегда, будут в описании под роликом. Там же ссылки на донат. А я напоминаю, что существование этого канала, выход вот таких вот проработанных сюжетов целиком и полностью зависит от вас и возможен только при прямой финансовой поддержке, потому как у других источников заработка у небольших русскоязычных авторов сейчас просто нет. Подписывайтесь на канал, помогайте распространять ролики. Надеюсь, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok